МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суд Киева определил, что их было 10 миллионов 63 тысячи человек, то есть четверть населения нынешней страны. Люди умирали от голода, хотя в государственных резервах хранились значительные запасы зерна, и советская власть экспортировала его за границу. В то же время голодающих не выпускали из вымирающих сел и отказывались принимать помощь для них из-за рубежа. Сегодня по всей Украине состоятся памятные мероприятия, а в 16.00 Украина почтит память жертв Голодомора минутой молчания. Искусственный Голодомор – одно из самых серьезных преступлений прошлого века. Об этом сказал представитель Белого дома Джордж Эрнест, выражая соболезнования украинцам по поводу годовщины трагедии. В Соединенных Штатах отдают должное выносливости, мужеству и силе духа народа Украины. Это качество, на которое украинцы опираются и сегодня перед лицом большой беды, стремясь построить процветающее, безопасное, демократическое государство, подчеркнул представитель Белого дома. СБУ предложит новому парламенту ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора. Об этом накануне заявил глава службы безопасности Валентин Наливайченко. Подобная практика в мире уже есть. В Израиле наказывают за отрицание Холокоста. Не менее важным является и вопрос запрета на законодательном уровне политсилы, организовывавший геноцид против народа Украины. Это необходимо для того, чтобы в будущем такие преступления не повторились. На Донбассе, как и в 30-х годах, люди страдают от голода, появляются концлагеря. Ответ на вопрос, кто нас уничтожал, важен для Украины и мирового сообщества. Это вопрос национальной безопасности страны, уверен Валентин Наливайченко. В дни памяти о жертве Голодомора в Киеве открылась выставка, посвященная этой теме. На ней впервые представлены уникальные документы и фотографии о событиях 20-30-х годов в Украине. Экспозицию посетила наш корреспондент Вероника Сектым. Основной темой 81-й годовщины Голодомора стало сопротивление украинцев давлению большевистского оккупационного режима. На выставке представлены 16 стендов с фотографиями и документами, подтверждающими, что именно восстания украинцев против советской власти помогли приостановить репрессии Сталина. По словам посетителей, эту экспозицию можно назвать самой полной, ведь здесь собраны документы, которые ранее нигде не были обнародованы. Я и предыдущие выставки по Голодомору смотрел, но эта выставка мне больше всех понравилась. Во-первых, она полная, наиболее полная, то есть начиная с советского правления на Украине и до конца. И здесь очень хорошо показаны фотографии и материал показан по противодействию украинского народа вот этой, я скажу, тханевной политике большевизма. В пик повстанческих движений 1930 года против советских репрессий выступило более миллиона украинцев. И теперь факты, подтверждающие эти цифры, можно увидеть своими глазами. Но движение за свободу приостановил сознательно созданный геноцид украинского народа. Впрочем, даже такое нечеловеческое преступление не смогло остановить украинцев. Мы понимаем, что несмотря на эти невероятные усилия и масштабные преступления, которые забрало жизни миллионов людей, Сталину не удалось сломить украинцев. Украинцы остались как нация. Я думаю, это хороший повод для нас помнить об этих восстаниях, что мы та нация, которую не удалось сломить в 1933 году, и мы та нация, которую не смогут сломить в 2014. Только в Киевском архиве СБУ собрано 200 тысяч документов, подтверждающих репрессии. А по всей нашей стране таких более 700 тысяч. И доступ к ним открыт для каждого. Большинство документов находились в архивах КГБ и были засекречены. Но сейчас это явное доказательство того, как в Украине создавали искусственный голод, а народ пытался этому противостоять. Оригинальные фото, показывающие, как в Украине происходил искусственный голод. Изъятие зерна, продовольствия, кукурузы. Здесь изображено, как представители власти изымали все это, в результате чего голод и наступал. Поддержал идею выставки и министр культуры Евгений Нищук. По его словам, с каждым годом Украина узнает все больше о нечеловеческих преступлениях, совершенных против украинского народа. В этом году я благодарен и организаторам, и научным работникам, и исследователям за то, что они приоткрывают еще один мотив, очень важный. Ведь он в контексте тех событий, которые мы сейчас переживаем. Потому что это сопротивление власть получила и на Майдане, который завтра мы тоже будем почитать и на востоке, и на юге страны. И главное, чтобы подобное не повторилось. Продлится выставка до 22 ноября. Помнить о событиях прошлого, значит защитить себя от их повторения в будущем. Вереника Сектым, Михаил Чаркин, БТБ Россия вновь обстреляла украинские населенные пункты. Как сообщили в СНБО, артиллерия Федерации открыла огонь по населенным пунктам Югановка и Герасимовка, станично-Луганского района. Напомним, 21 ноября в СНБО сообщили о возобновлении обстрелов со стороны России впервые с 5 сентября, когда были достигнуты минские договоренности. За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по населенным пунктам с целью дискредитировать украинских военных. На Луганщине минометные расчеты сепаратистов работают в территориях населенных пунктов Смела, Раевка, Славяно-Сербск и окрестностей Луганска. На Дебальцевском направлении террористы ведут огонь с промышленных объектов выжилых районов Янакиево, Горловки и Чернухина. Возле Донецкого аэропорта наблюдается повышенная активность бандформирований. Вблизи села Пески боевики попытались атаковать опорный пункт села ТО. Украинские бойцы атаку успешно отбили. Информация о количестве потерь террористов уточняется. Боевики продолжают минировать территории, в том числе прилегающие к городам и селам. Разведка села ТО прилагает усилия для предупреждения взрывов. Террористические группировки продолжают игнорировать принципы гуманитарного права и международных конвенций в сфере использования определенных типов боеприпасов, вооружения и военной техники. В частности, неоднократно фиксировались попытки установления ими противопехотных мин на территориях, прилегающих к населенным пунктам. За минувшие сутки разведка сил АТО предупреждено срабатывание ряда взрывных устройств. В километре от города Счастье зафиксирован взрыв противопехотной мины. Двое бойцов сил АТО погибли, один военнослужащий получил многочисленные ранения. Сейчас врачи борются за его жизнь. Всего за сутки потери наших войск составляют 14 военнослужащих. Четверо погибших и еще 10 получили ранения. В Дебальцево, Донецкой области, за обстрелов боевиков ранены 5 мирных жителей. Разрушены 20 жилых домов. Об этом сообщают в пресс-службе областного управления МВД. Несколько снарядов не разорвались. Сейчас милиция охраняет, и их далее специалисты вывезут снаряды в безопасное место и уничтожат. В городе Золотое на Луганщине из-за минометного обстрела погиб 60-летний житель. Как сообщили в Луганской облгосадминистрации, за минувшие сутки боевики обстреляли населенные пункты области 48 раз. Под огонь попали Чернухина, Трехизбинка, Крымская, Попасная, Ольхова, Макарова, Петровка. Счастье, снаряд повредил распределительную установку. Город остался без воды. В станице Луганска разрушен жилой дом. Повреждены участки газопровода и линии электропередач. Из-за чего остановили работу две котельные. Устранить повреждения пока невозможно из-за боевых действий. За сутки в Украину через пропускной пункт Изварина из России зашло до 20 единиц военной техники. По данным штаба АТО, колонна двигалась в направлении Луганска. На границе с Украиной продолжается ротация регулярных подразделений вооруженных сил Федерации. Мотострелков заменяют танкисты. В районе населенного пункта Трехизбинка все чаще летают российские беспилотники. В Запорожье возводят транзитный городок временных переселенцев на 500 человек. Всего планируется установить 218 домов. Накануне из Германии прибыли 55 грузовиков с жилыми модулями. Три дома, каждый из которых состоит из 10 модулей, уже готовы. Сейчас монтируется еще один дом из 26 модулей. Благодаря благоприятным погодным условиям монтажные работы не прекращаются. На территории городка построят два типа домов для кратковременного проживания и для среднесрочного. Кроме того, в городке планируют построить и две детские площадки. Ну а на кремлевском телевидении очередная порция вранья об Украине. С начала программа «Время» Первого канала Россия сообщила, что в Украине больше не будет Деда Мороза. Вместо него с Новым годом детишек будут поздравлять Санта-Клаус. Ссылаясь на Киевскую городскую администрацию, кремлевские пропагандисты заявили, что представительство Санта-Клауса будет на территории национального заповедника София Киевская. В то же время официальный портал Киевской мэрии информирует, что на территории заповедника открылась резиденция Святого Николая. Эстафету вранья подхватил телеканал «Звезда Минобороны России». Он сообщил, что бойцы Нацгвардии якобы сожгли детский садик в Мариуполе. Дескать, они по неосторожности устроили пожар в учреждении. Эту утку в Национальной гвардии опровергли. Бойцы не дислоцируются ни в одном дошкольном учреждении Мариуполя. Да и пожаров в детских садах на территории города не было. На этом у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами. До встречи.